Всем привет! В этом видео хочу рассказать о таком штык-ноже. Это штык-нож к автоматам АКМ и АК-74. Хочу сделать заточку, показать, как используется нож, ну и, в принципе, сделать небольшой обзор. Итак, погнали! У ножа есть вот такой тренчик кожаный. Те, кто служил в армии, часто используют его как брелок для ключей. Обрезают вот эту вот часть, остается вот такая штука. То есть вот этим карабином цепляют на кольцо с ключами и используют в виде брелка. На ноже есть вот такой ремешок, который не позволяет ножу выскользнуть с руки во время боя. Давайте откроем сам нож и посмотрим на клинок. Длина клинка 15 см. Длина ножа полностью 27 см. Ширина клинка 30 мм. Заточка ножа односторонняя. Нож пытались затачивать с другой стороны. Это неправильно, постараемся это исправить. На клинке есть пила. Пила используется для резки металла. То есть пила по металлу. Вместе с ножнами нож используется как кусачки. То есть вот это отверстие вставляется сюда в ножны. И вот здесь вкладывается проволока. Предназначение прямой этих кусачек перекусывание колючей проволоки на полях сражений. У меня колючей проволоки с собой нет, но есть небольшие гвоздики. Вот такие. Толщина примерно полтора миллиметра. Ну, попробуем перекусить. Ну, с этим нож справился. Никаких следов от гвоздя даже не осталось. Давайте для чистоты эксперимента попробуем еще один. То есть гвозди перекусывают только так. Уверен, что колючую проволоку тоже перекусит нормально. В этого ножа, помимо использования в качестве кусачек, есть возможность использования как молоток. Вот этим кольцом вставляется в ножны. Плотно туда вставляется. И вот у нас такой получается молоток. Навершие на рукоятке стальное. То есть оно крепкое, можно не бояться, что оно там повредится, расколется или еще что-то. То есть прекрасно можно использовать в качестве молотка. В интернете можно найти много видео по использованию этого ножа в других целях. В виде копья. То есть берется обычная палка, затачивается, надевается в это кольцо, с помощью тренчика фиксируется, или с помощью вот этого ремешка. Обвязывается и у нас получается копье. Также этот нож можно использовать в виде факела. По сути сам нож нам не нужен, нам нужны только ножны и пружина, которая держит клинок в ножнах. Достаем пружину, крепим ее на ножны. Вот так вот. Сюда вставляется кусок тряпки, зажигается, и вот можно использовать как факел. Сейчас хочу попробовать затачивать нож, чтобы брать его по ходу, использовать не только как нож, но и по другому назначению. Так как функционал ножа очень большой, его можно использовать в виде мультитула. Давайте проверим заточку ножа до затачивания. Возьмем листик бумаги. Как видим, нож не режет вообще. Итак, для заточки я буду использовать круг из пенистого абразива. Дальше возьмем полировальный круг и полировальную пасту, чтобы сделать полировку до зеркального блеска. Итак, начнем. Включаем станочек и приступаем к заточке. Продолжение следует... Хочу сказать несколько слов, почему использую именно вспеянный абразив. Это мягкий круг, что позволяет нам с легкостью повторить вот эти спуски. То есть мы берем наш нож, прикладываем к кругу, и он за счет своей мягкости плавно повторяет вот эти заводские углы. Также еще одним плюсом спеянного абразива есть то, что он меньше перегревает металл, чем тот же гриндер или обычный абразивный круг. Еще одним плюсом есть то, что вспеянный абразив снимает металл маленькими слоями. То есть человеку, в которого мало опыта в заточке таких ножей, сложно испортить заводской угол. То есть если бы мы затачивали на обычном абразиве, мы бы и перегрели режущую кромку, что испортило бы свойства металла и сняли бы лишнее. А так все вроде выглядит красиво. Теперь хочу сделать полировку этой стороны. Эта сторона по умолчанию не затачивается. Она является полностью плоской, но кто-то уже затачивал этот нож до меня и решил заточить эту сторону. Тем самым испортил внешний вид этого ножа. Хочу сделать полировку, чтобы вот эта сторона была однородного цвета и вот эти места с заточки было меньше видно. Также отполируем до зеркального блеска нашу режущую кромку, вот этот спуск, так как он сейчас имеет такой матовый вид. Итак, приступим. Продолжение следует... Итак, нож отполирован, заточен. Сделал полировку до блеска. Можем видеть отражение моё в режущей кромке. Убрал следы заточки с этой стороны. Постарался сделать однородную поверхность. Сам глинок матовый, а режущая кромка блестящая. То есть это неплохо гармонирует. На моё удивление, нож полируется очень легко. Никаких проблем при полировке не было. Давайте проверим остроту ножа. Возьмём листик бумаги. Продолжение следует... На этом у меня всё. Кому понравилось видео, поддержите канал подпиской, поставьте лайк и напишите комментарий. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok